На базе колледжа сервиса и быта сложилась уже добрая традиция каждый год проводить чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью – Обилимпикс. В этом году он стартовал в пятый раз. По такому случаю в актовом зале прошла официальная торжественная часть чемпионата – открытие, на котором собрались участники – это школьники, студенты, специалисты. Кроме того, присутствовали эксперты, волонтеры и организаторы мероприятия. По видеосвязи к собравшимся обратились эксперты конкурса из Москвы. Они рассказали о самом чемпионате и пожелали удачи всем конкурсантам. Желаю участникам ярких выступлений, высоких результатов и, конечно же, побед. Ждала собравшихся и культурная программа, песни в исполнении солистов филармонии, речи специалистов и экспертов той или иной области. Как сказал президент нашей страны Владимир Путин, зрелость общества определяется включением инвалидов в его социальное развитие. Поэтому от лица Министерства образования НОК Республики Мушетия Аслана Схабовича я вас благодарю за качество и колоссальную работу, которую вы провели по отношению к этой категории людей и по отношению к социальному развитию нашей республики. У нас есть мнение, что выйти на работу очень проблемно, нужны связи, деньги и так далее, но мы много видели, мы много знаем, что, во-первых, если человек по своей специальности самый сильный и больше всех знает, во-первых, и, во-вторых, он целеустремленный, а как только появляется первая бригада, а я не смогу, я и уходит, то ничего у этого человека не получится. Поэтому хотелось бы, чтобы вы были, во-первых, целеустремленными, старались выучить и быть лучшими по своей специальности и, поверьте, устройство будет и работа у вас будет. Хотелось бы еще раз сказать, чтобы чемпионат прошел достойно и победили сильнейшие. В этом году в региональном этапе чемпионата заявлено 15 компетенций по трем категориям – школьники, студенты и специалисты. Учащиеся коррекционных школ принимают участие в компетенции бисероплетения, вязания спицами и крючком. Студенты – по направлениям карвинг, учитель начальных классов, экономика и бухучет, туризм, психология, обработка текста, мастер обработки цифровой информации, медицинский и социальный уход, информационная безопасность. В категории специалистов участвуют массажисты, портные, дошкольное воспитание. В чемпионате участвуют студенты Государственного Ингушского университета в компетенции учителей начальных классов и психология. Также участвуют студенты Назрановского политехнического колледжа. В категории школьники участвуют коррекционные школы легиона – это Центр неподерывного образования и Сунжинская школа для глифанимы. Чемпионат разбит на два дня – 18 и 19 мая. Все условия для его проведения в колледже сервиса и быта предусмотрены. И нужно сказать, что оценивать мастерство и навыки участников будут эксперты, которые прошли специальную программу подготовки. На базе колледжа создан региональный центр обучения экспертов, также создан волонтерский корпус «Обилимпикс». У нас 90 волонтеров участвуют в этом движении. Этот конкурс очень важен для участников и для нас. Участники показывают свои профессиональные навыки и умения в этом конкурсе. Призеры будут участвовать в отборочном чемпионате восьмого национального этапа чемпионата. И я надеюсь, что отборочный чемпионат мы пройдем и будем участвовать в восьмом национальном чемпионате «Обилимпикс». После официальной части прошла деловая программа. За круглым столом собрались представители Ингурского государственного университета, общества глухих и незрячих, преподаватели колледжей, в частности, колледжа серы Саибыта и Назрановского аграрного. На повестке дня «Инклюзивное образование, его роль и как оно реализуется на различных образовательных площадках». Дело в том, что раньше люди с ограниченными возможностями, они, в частности, не имели возможности полноценно посещать учебные заведения. И, естественно, не общаясь с другими людьми, они чувствовали себя как бы изолированными. В данном случае «Инклюзивное образование» позволяет им чувствовать себя наравне со здоровыми людьми. И, естественно, это в дальнейшем отражается на их здоровье. Зарема Чумакова уже более 30 лет обучает швейному делу студентов. В последние два года выступает экспертом на региональном этапе чемпионата. Она рассказала нам, из чего состоят конкурсные задания и чем полезно участие в «Обилимпиксе» для его конкурсантов. «В данное время у нас выступают студенты из швей. Они должны в течение четырех часов взять готовую кровь, мы им выдаем, должны очистить полностью и одеть на маленькие изделия. Моя задача – оценить объективно каждого студента, каждого участника и выявить таланты, кто сможет работать в дальнейшем. Даже любой участник, который участвует в конкурсе, он, как бы, можно сказать, специалист своего дела, потому что к этому мы их готовим. Этот конкурс дает любому студенту-участнику путевку в жизнь». Диана Арцханова учится на третьем курсе Ингурского государственного университета, между прочим, будущий учитель начальных классов. А в этой же компетенции она и принимает участие. Для девушки этот чемпионат первый, задания несложные, признается она. И Диана надеется получить максимальное количество баллов. «То, что нужно именно в этом курсе – это любовь к детям и умение с ними работать. Я ранее участвовала в конкурсах, но именно вот таких нет, то есть всякие олимпиады, я принимала участие. И каждый раз для участника это большой опыт. Это то, что пригодится. Я, конечно, надеюсь на победу. Но даже если ее не будет, я получу большой опыт. И работать с детьми – это, конечно же, очень увлекательно. То есть мне это нравится». Чтобы одержать победу в компетенции учителя начальных классов, шести конкурсантам надо ответить на вопросы, построить ход урока и провести его. Оценивают их эксперты, среди которых и Мадина Аушева, старший преподаватель Ингурского государственного университета. «Я участвую, то есть уже второй год я участвую экспертом. На подготовку урока, плана урока даются 90 минут. По критериям будем оценивать, как они подготовили урок, то есть написали план урока. Там должно быть у них, во-первых, тема урока, цель урока, образовательная цель, воспитательная цель, развивающая цель. И как они пришли к тому, что одолели данную цель. Я не то, что надеюсь, я уверен в том, что мои участники примут достойное место». В компетенции карвинг участникам необходимо продемонстрировать не столь какие-то специальные навыки, как свою фантазию и умение видеть прекрасное. Мы пообщались с одной из участниц и выяснили, что она думает о карвинге, как искусстве и чемпионате в целом. «Делаю букет из пекинской капусты, и из кабачку сделаю бабочек, и из тыквы нарисую наш знак колледж «Обилимпикс». Нас позвали, чтобы участвовать в карвинге, и я начала. Очень интересно, я дома даже занималась. Моя мама тоже так готовит». «Какие продукты наиболее удобно использовать в карвинге? Огурец, например, арбуз, тыква тоже очень удобно. И удобно, когда ты вот таким ножом, тайским ножом пользуешься, очень удобно. Мне главное – участвовать, но не победа. Мне очень нравится участвовать. Я очень рада, что даже участвую в конкурсе, а победа – это не главное». Эксперт компетенции карвинг и преподаватель колледжа Лейла Чапанова отмечает, что участники справляются с поставленными задачами неплохо при выполнении конкурсных заданий. Самое важное – соблюдать технику безопасности, санитарные нормы, уметь организовать рабочее место. «Кроме того, естественно, насколько они профессионально работают с этим продуктом, они тоже задуманные, значит, показать нам то, что они задумали, всякие там украшения из продуктов, как оформить блюда красиво. Я считаю, что для девочек это, во-первых, они вот сейчас вступили в самостоятельную жизнь, они не просто теорию там проходят, где-то теорию программ прошли, они уже на практике с этим сталкиваются, они просто одни сами в лаборатории работают, они уже со всеми видят, что они в более такую самостоятельную жизнь вошли, у них есть возможность самореализоваться». В первый день конкурса «Пройти испытания» смогли половина всех участников. Всего в этом году участвуют 85 человек. На первом этаже, кроме того, что школьники и студенты показывали свои навыки по вязанию, бисероплетению, кармингу, была развернута художественная выставка и выставка работы ремесленников в Ингушетии. Атмосфера чемпионата была очень располагающей, хотя он был и нелегким. Пожелаем участникам победить и попасть на национальный этап чемпионата Апилимпикс.